В эфире Вести в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте! Для начала коротко о главных событиях в стране и мире. Коммунальные расходы станут меньше. Закончился отопительный сезон. Прорубили окна вопреки задумке архитектора. Владельцы двух столичных квартир переделали фасад ради своего удобства. Общий язык пока не нашли. Переговоры блока о Комму и БСРМ не состоялись. Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифа Хафтера нанесла авиаудар по международному аэропорту Триполи. В Казахстане определились даты досрочных президентских выборов. А теперь все это и многое другое подробно. Отопительный сезон в столице официально завершен. Об этом распорядились местные власти. Как правило, поставка теплоэнергии прекращается с момента, когда три дня подряд температура воздуха превышает плюс 8 градусов Цельсия. Однако определенные категории бытовых потребителей могут по-прежнему обогревать квартиры с помощью центрального отопления. Чтобы продлить период отопления, нужна письменная заявка и соответствующие технические возможности. С аналогичным запросом к поставщику могут также обратиться руководители образовательных, социальных и медицинских учреждений. Что касается горячей воды, то ее подачу будут осуществлять в прежнем режиме. Ноу-хау или проемы вместо стены. Жильцы дома по улице Соколень-12 на Старой почте выбили себе два окна на фасаде, где застройщик изначально запланировал глухую стену. Соседи возмущены, планировка не предполагала дополнительные окна. Тем более, что их установка сопровождалась шумом и пылью. Однако представители строительной компании рассказали нашей съемочной группе, что авторизация на изменение фасада у владельцев имеется. Для жителей Кишинева наблюдать пристройки или изменение фасада домов – дело обыденное. Эта тенденция наблюдается в каждом районе города. Однако большинству горожан отзываются о таких решениях негативно. Нарушается структура, вид нарушается, портится. Какие-то дома более прочные, какие-то менее. И от таких изменений страдают жильцы. Я не считаю, что это нормально, чтобы каждый строил себе то, что ему привидится во сне. Должна быть определенная структура, все должно быть выполнено в одном дизайне. Ранее владельцы двух квартир решили изменить изначальный дизайн новостроя, расположенного по улице Соколейн-12 на старой почте. Фасад дома представлял собой сплошную стену, но два дня назад на девятом и десятом этажах появились окна. Изменения вызвали у соседей недовольство. Не понимаю, как они вообще на это решились и кто им разрешил это сделать. По-моему, на выходных они там производили эти работы, снов сыпалась эта щебенка. Это как-то нехорошо, если изначально не было планировано сделать это. Ну, да у меня золокладили, да и... Это может и не портить конструкцию, но уродует фасад. Кто-то сделает в одном стиле, кто-то в другом. Так не должно быть, потому что и фасад портится, и дом становится менее устойчивым. А касса, вот, слагерсть, порез и... Во время съемки к нашему репортеру подошел и глава строительной компании, осуществляющий эти работы. На камеру он говорить отказался. Однако сообщил, что авторизацию на выбивание окон в стене владельцы квартир получили. Более того, менять будут весь этаж. Чтобы не портить вид стены, заказчик купил одинаковые стеклопакеты для всех квартир. Решение владельцы приняли в связи с тем, что изначально однокомнатные квартиры на этаже все соседи переделали по двухкомнатные. Достроенные помещения оказались без окон. Мы попытались выяснить в управлении архитектуры, есть ли на самом деле авторизация у владельцев квартир на Соколень-12. В приемной сообщили, что руководство ведомства сможет ответить на вопросы после обеда, но на телефонные звонки отвечать перестали. Корреспондент РТР Молдова попытался связаться по этому вопросу и с вице-мэром столицы Нистером Грозаву, но на наш звонок он также не ответил. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Наибольшим спросом на рынки жилья в столице пользуются квартиры в домах типовых проектов в хорошем состоянии, расположенные в спальных районах. Согласно экспертам, в структуре продаж на долю малогабаритного жилья, имеется в виду одна двухкомнатные квартиры, приходилось 60-70% сделок. Как заявил для Инфотаг директор одного из столичных агентств недвижимости Петр Олейник, однокомнатные квартиры продавались в ценовом диапазоне от 20 до 22 тысяч евро, двухкомнатные за 25-30 тысяч, трехкомнатные за 30-35 тысяч евро. С увеличением площади и количества комнат заметно снижение спроса и падение цены. Однокомнатные квартиры в среднем продавались по 600-650 евро за квадратный метр, двухкомнатные по 500-600 евро, трехкомнатные 450-500, четырехкомнатные 400-450 евро за квадратный метр. В структуре продаж на долю малогабаритного жилья одну двухкомнатных квартир приходилось 60-70% сделок. На трехкомнатные квартиры покупатели находились с трудом, а четырехкомнатные и более было сложно продать. Уточнил эксперт. Олейник также добавил, что основные покупатели теперь являются участниками различных программ, благодаря которым число ипотечных контрактов на покупку жилья в прошлом году выросло на 21%. Благодаря развитой инфраструктуре и транспортной доступности наибольшим спросом пользовались квартиры в секторах Ботаника и Рыжкановка. Менее востребованное жилье на Буйканах и Чеканах. Разница в цене на идентичные квартиры в этих микрорайонах достигает 5%. Сообщил директор агентства. Олейник не обошел вниманием и элитное жилье. Так, стоимость квадратного метра на самые дорогие квартиры в Кишиневе достигает полутора-двух тысяч евро. Перейдем к политической жизни страны. Этим утром молдавская пресса начала распространять новости о том, что исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филиппу предстоит подать в отставку, причем в ближайшее время. Однако спустя всего несколько часов пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь опроверг эту информацию. В нескольких СМИ появилось заявление бывшего председателя Конституционного суда Дмитрия Пулбери. В нем говорилось, что согласно действующему законодательству победа на парламентских выборах в одномандатном округе несовместима с государственной должностью. По словам Пулбери, в течение 30 дней после признания парламентского мандата, который Конституционный суд Молдовы утвердил 9 марта, Павел Филипп обязан подать в отставку. Павел Филипп должен объявить, что уходит с поста и назвать человека, который станет исполняющим обязанности премьера до формирования нового правительства. У нынешнего состава весьма ограничены административные функции, так как депутатами стали трое из девяти действующих министров. Министр культуры Моника Бабук, глава МВД Александр Жездан и руководитель Минсельхоза Николай Чубук. Заявил Пулбери. Однако уже вскоре информацию об отставке пресс-секретарь ДПМ Виталия Гамурарь опроверг. Заявлением он выступил после сегодняшнего заседания партии. Информация является неуточненной. И лишь хочу напомнить, что существует решение Конституционного суда 24 июня 2015 года, которое было запрошено группой депутатов. В нем очень четко объясняется процедура. Министры, которые были избраны депутатами, сохраняют свой пост до принесения присяги новым правительством. Это понятные вещи, я лишь хотел напомнить, чтобы не было спекуляций в дальнейшем. Также в ходе брифинга представители ДПМ заявили, что намерены ускорить поиск политического партнера, который позволит Молдове избежать длительного политического кризиса. Главной темой сегодняшнего заседания стала доработка программы, с которой Демпартия будет участвовать в формировании парламентского большинства и правительства, сообщая, что ДПМ подготовила пакет социальных инициатив, которые будут лежать как в основе переговоров, так и в основе деятельности нашей партии в дальнейшем, если будет сформирована коалиция с участием демократов. Среди социальных инициатив ДПМ увеличение зарплат и пенсий, продолжение проекта «Хорошие дороги», запуск национальных программ по обеспечению водой и канализацией, по утилизации мусора, а также ежемесячные выплаты для детей до 18 лет по 200 леев. Также в числе проектов повышение единовременной выплаты за рождение ребенка до 10 тысяч леев, соцпомощи на холодный период года для необеспеченных семей до 700 леев и выплаты пенсионерам к Рождеству и Пасхе по 600 леев. Филипп отметил, что демократы готовы обсуждать эту программу со всеми парламентскими партиями. Напомним, большинство социальных инициатив, о которых говорил глава Кабмина, были частью предвыборной программы ДПМ. Многие из них правительство уже инициировало. Переговоры, на которые лидеры блока АКУМ пригласили социалистов, так и не состоялись. В 11.00 в зале пресс-конференции в парламенте находились только Майя Санду, Андрей Настаси и их сторонники. Однако до этого часа состояло заседание политисполкома ПСРМ, после которого представители партии назвали условия возможного политического сотрудничества. ПСРМ стремится сформировать полностью функциональное парламентское большинство и кабинет министров, но не готова поддержать миноритарное правительство. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал исполнительный секретарь политформирования Иоанн Чубан. Он заявил, что социалисты заинтересованы в деблокировании работы парламента. «Партия социалистов подтверждает готовность продолжать переговоры по преодолению политического кризиса. В то же время мы повторяем, что любая возможная конфигурация и политическое понимание не могут быть достигнуты любой ценой, игнорируя интересы граждан, которые непосредственно поддержали ПСРМ на парламентских выборах». ПСРМ назвала условия возможного политического сотрудничества. В их числе гарантия государственности и нейтралитета, взвешенная внешняя политика, социальная справедливость и защита от традиционных ценностей. Кроме того, социалисты считают, что разработанные ими законодательные инициативы могли бы войти в программу нового правительства, а законодательный орган должна возглавить Зинаида Гречаной. Ее кандидатуру депутаты от блока ОКОМ обсуждать отказались. Они ждали социалистов на переговоры, чтобы обсудить антиолигархические законопроекты. Но те так и не явились. «Фракция социалистов сознательно игнорирует и не признает тот факт, что Молдова является захваченным государством. Реформа юстиции, борьба с коррупцией, диолигархизация страны не являются для ПСРМ приоритетом. Социалисты не искренне в этом случае и со своими избирателями, говоря о социальных политиках». Санда уверена, что единственный выход для страны – принятие антиолигархических законопроектов и создание миноритарного правительства. Что касается коалиции с ПСРМ, то такой вариант, по мнению сопредседателя ОКОМ Андрея Анастаси, невозможен. «Между тем, более половины жителей Молдовы недовольны результатами парламентских выборов от 24 февраля нынешнего года. На это указывают результаты опроса, проведенного Институтом маркетинга и опросов общественного мнения. Однако и досрочных выборов большинство граждан не хочет. Около 70% считают, что их проведение будет ошибкой». 57% жителей Молдовы полностью или частично недовольны результатами парламентских выборов. 19% считают итоги закономерными, а 22% относятся к ним нейтрально. Напомним, что выборы от 24 февраля прошли по смешанной системе и, согласно данным Института маркетинга и опросов общественного мнения ИМОС, большинству избирателей система сложной не показалась. А 46% считают ее внедрение удачным решением. 35% граждан назвали Демпартию самым активным политформированием в предвыборной гонке. 24% считают, что удачнее остальных себя проявила партия социалистов. 18% выступили за партию ШОР и 9% за блок ОКУМ. От прошедших в парламент партии участники опроса ожидают действий, направленных на повышение пенсии, уровня жизни, создание рабочих мест и ремонт дорог. Рассказали жители нашей страны и о том, какую коалицию они считают оптимальной. 31% респондентов высказался за альянс ДПМ и ПСРМ, 20% за совместную работу ПСРМ и блок ОКУМ и 10% за ДПМ и ОКУМ. Почти четверть опрошенных считает, что необходимы досрочные парламентские выборы. Однако на вопрос о возможных перевыборах около 70% граждан ответили, что их проведение может стать ошибкой. Если бы голосование все же состоялось, 30% отдали бы свой голос за партию социалистов, 23% респондентов поддержали бы блок ОКУМ и примерно столько же ДПМ. За партию Шор готовы отдать голоса 5% граждан. Остальные политформирования избирательный порог не переступили бы. Опрос проводился с 17 марта по 5 апреля по заказу Демократической партии Молдовы. В нем приняли участие 1110 респондентов, а уровень погрешности составляет 3%. Илон Шор сложил в себя полномочия мэра в пользу депутатского мандата. Он заявил, что несмотря на парламентскую деятельность, его рабочий кабинет останется в Аргееве. Бывший мэр по-прежнему будет нести полную ответственность за развитие муниципи и коммуны Жороди Межлак и продолжит реализацию начатых проектов. Несмотря на переход в парламент, партия Шор и ее лидер продолжат нести ответственность за развитие Аргеева и коммуны Жора Демижлак. Илон Шор считает, что за три с лишним года ему удалось доказать, что Молдова может жить по-другому. Мы сумели начать реконструкцию инфраструктурных проектов и дорог, и освещения, канализации и многого другого. Мы сумели внедрить и социальные проекты, такие как бесплатный транспорт, социальные аптеки, социальные магазины, материнский капитал. Мы сумели фактически за три с половиной года в три раза увеличить бюджет муниципия. Мы доказали, что это возможно, значит, возможно сделать на национальном уровне. Наряду с Илоном Шором в парламент уходит и вице-мэр Аргеева Регина Апостолова. Ее место займет Кристина Кожакарь, а исполнять обязанности главы муниципия будет Диана Мемец, до настоящего момента отвечавшая за работу административного аппарата Аргеевской мэрии. «Для меня это большая ответственность. Мы продолжим работать над всеми проектами, инициированными партией Шор и ее лидером Илоном Шором, и вкладывать в них силы и душу». Полномочия мэра коммуны Жора Демижлак сложила и депутат Марина Таубер. Она заверила, что команда партии Шор вместе с ее лидером продолжит развитие и модернизацию не только этого, но и других населенных пунктов Аргеевского района. Напомним, на должность мэра Аргеева Илона Шора избрали в 2015 году. По его инициативе здесь были реализованы десятки проектов, в числе которых строительство самого большого в стране парка развлечений Архейленд. По результатам парламентских выборов в законодательный орган страны от партии Шор вошли семь депутатов. Первые законодательные инициативы, которые они представят, будут касаться улучшения качества жизни граждан и повышения экономического уровня страны. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. Далее поговорим об экономике. Эксперты Всемирного банка снизили прогноз роста ВВП нашей страны на 2019 год. Они считают, что показатель составит 3,6%, а не 3,8%, а инфляция будет держаться на уровне 4,7%. Результаты расчета специалисты опубликовали в докладе Всемирного банка об экономике Европы и Центральной Азии. По мнению аналитиков, темпы роста ВВП Молдовы в ближайшие годы останутся низкими по причине слабого внешнего и внутреннего спроса. Негативные влияния оказывают демографические тенденции, низкая производительность и уязвимость к внешним шокам. Продолжение экономической темы, а также другие новости из разных областей жизни страны далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Экономические агенты смогут быстрее и проще получить банковское финансирование. В Нацбанке сообщили, что утверждено новое положение о крупных подверженностях, а также поправки в регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами. Банки смогут выделять больше средств для кредитования компаний. Также новое положение будет стимулировать финансовые учреждения создавать новые банковские продукты для реальной экономики. Каждый гражданин сможет отслеживать состояние персонального счета социального страхования. Для этого нужно обратиться в территориальную кассу и получить логин и пароль для вхождения в информационную систему АКЧЕС ЧЕПАС. В ней накапливается вся информация об отчислении взносов соцстрахования. В настоящее время пароли доступа к своим персональным счетам получили свыше 50 тысяч пользователей. Согласно жалобам пассажиров оказалось, что основная проблема общественного транспорта в нарушении графика. Многие также возмущены тем, что троллейбусами часто пользуются бездомные в грязной одежде. Директор Кишиневского управления электротранспорта Дарин Черный сообщил, что за четыре дня с момента запуска механизма QR-кодов опцией воспользовались более 60 пассажиров. В числе отзывов есть и положительные. Движение по улице Александру Челбун на участке между улицами Пушкина и Бадони приостановят на сутки. Столичная мэрия предупредила, что с 8 утра 11 апреля до 8 утра 12 апреля там будут проводить ремонт канализационной системы. Маршрутки перенаправят на соседние улицы, а водителям рекомендуют придерживаться временных знаков. В Кишиневе могут установить памятник космонавту Юрию Гагарину, причем на бульваре, который носит его имя. Идею городской администрации предложил Российский Центр науки и культуры. Расходы на выполнение проекта и строительство памятника учреждение берет на себя. Мэрия вынесет решение 11 апреля. 9 марта этого года исполнилось 85 лет со дня рождения Гагарина. Власти Приднестровья решили не закрывать сельские школы в тех случаях, когда в классах мало детей. Вместо этого их преобразуют в медико-культурно-образовательные центры. Такая практика уже внедрена в селах Каменского района. Там в зданиях местных администраций обустроили медпункт, школу и дом культуры. С наградами из российского города Анапа вернулся не только молдавский боксер, но и судья из нашей страны. На международном турнире памяти Николая Павлюкова до финала дошел терраспольчанин Владислав Гусь, который выступал в весовой категории 64 килограмма. Он победил швейцарского и грузинского бойцов, однако уступил россиянину и в результате завоевал бронзу. Лучшим судьей турнира признан рефери Валерий Пастухов. Продолжаем выпуск. Поддержка европейского курса Республики Молдова остается программным пунктом действий Румынии. Такое заявление сделал посол соседней страны Даниил Иоанници на мероприятии, посвященном Международному дню ромов. Его провели в Доме национальности Кишинева. Он отметил, что все проекты были, есть и будут предназначены для каждого гражданина Республики Молдова, независимо от этнической принадлежности, вероисповедания, языка или географической зоны проживания. По словам дипломата, этот всеобъемлющий принцип в совокупности с внедренными европейскими стандартами может принести пользу и ромам, проживающим в Молдове. Иоанници подчеркнул, что понимать и защищать их традиции, ценности и чаяния важно точно так же, как и всех остальных. Румынский посол подчеркнул, что такой подход способствует социальной интеграции ромов и при этом сохраняет их культурную самобытность. И о культурной самобытности самой Молдовы. Молдавские ковры завоевали восхищение посетителей уникальной выставки в Мадриде. Мероприятие открылось в испанской столице накануне в Королевской фабрике гобеленов. На нем представлены молдавские ковры, взятые из национальной коллекции «Образ мира, сотканный из шерсти». Инициатором проведения выставки выступила посол Молдовы в Испании Виолетта Агрич. По данным молдавской дипмиссии, мероприятие произвело фурор. Приглашенные посетители остались в восторге от изделий, вытканных в технике скуарца. Кстати, этот особый вид молдавских ковров два года назад был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Выставка продлится до 17 мая этого года. Время короткой рекламы в нашем эфире, но долго она не будет. Скоро продолжим. Не переключайтесь. В эфире Вести. Мы продолжаем говорить о главных событиях дня и далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Газопровод «Турецкий поток» заработает уже до конца 2019 года. Анкара обещает послабление для российского бизнеса и планирует перейти с Москвой на расчеты в национальных валютах. А оборонные проекты двух стран не ограничатся поставками С-400. Таковы итоги вчерашней встречи в Кремле президентов России и Турции Владимира Путина и Раджепа Таипа Эрдогана. Турецкий лидер прилетел в Москву с рабочим визитом на совет сотрудничества высшего уровня. Это уже третья встреча лидеров двух стран с начала года. Диалог интенсивный. Судя по тому, как тепло приветствует друг друга члены делегации, видно, что российско-турецкие отношения находятся на подъеме. Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений. Темп роста торговли 15 процентов. Общий объем достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты. И АКУЮ, электростанция, которую мы должны запустить к 2023 году, и Турецкий поток. Совсем недавно произошла стыковка морской части и наземной. Строительство сухопутной части продолжается по плану. Нам предстоит задача вовремя закончить эту работу. Российский газ турецкие потребители, как планируется, смогут получить уже в 2019 году. Протяженность трубы около 1 тысячи километров. Всего четыре нитки, мощность каждой около 15 миллиардов кубометров. В ходе встречи обсуждались вопросы не только двустороннего сотрудничества. Россия и Турция – одни из главных участников урегулирования сирийского конфликта. В прошлом году президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Россия и Турция, как гаранты астанинского процесса, продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране. Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования Конституционного комитета. Визит Реджепа Эрдогана в Москву проходит на фоне серьезного конфликта между Анкарой и Вашингтоном. Американцы грозятся аннулировать контракт по передаче Турции истребителей F-35. Штатам не нравится, что Турция, страна НАТО, заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400. Эрдоган жестко осадил тех, кто вмешивается во внутренние дела Турции. Дорожную карту по С-400 мы уже проложили. Все шаги сделаны. Все уже закончено. И после этого кто-то будет говорить нам «откажитесь?» Это наше суверенное право. И никто не может вмешиваться. Серьезные задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую републику современной российской продукции военного назначения. Кроме того, президенты двух стран говорят об амбициозной задаче увеличить товарооборот в 4 раза до 100 миллиардов долларов. Сегодня создан совместный инвестиционный фонд. Турция – это, конечно, и туристический рынок. 6 миллионов россиян там отдохнули только в прошлом году. Нынешним летом, как ожидают туроператоры, поток еще увеличится. 2019 год объявлен в двух странах перекрестным годом культуры и туризма. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара нанесла авиаудар по международному аэропорту Триполи. Работа гражданских наземных служб прекращена, пассажиры и персонал воздушной гавани эвакуированы. Правительство национального согласия обвинило Хафтара в госизмене и попытке государственного переворота. ЕС и ООН призывают стороны к примирению. В командовании ливийской национальной армии объясняют, что целью бомбардировки были два боевых самолета армии правительства национального согласия, которые базируются в Триполи. Хафтар на прошлой неделе начал наступление на столицу, заявив, что борется с терроризмом. Правительство национального согласия обвинило фельдмаршала в госизмене и попытке государственного переворота. После обстрела аэропорта ливийскую национальную армию Хафтара осудил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламем. Он назвал авиаудар грубым нарушением международного права и призвал обе стороны конфликта вернуться к диалогу. На политическом урегулировании настаивают и главы МИД стран Евросоюза. Мы призываем всех в Ливии избегать дальнейших военных действий, вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и дать ливийскому народу то, чего он действительно хочет – мира и стабильности для своей страны. По оценкам ливийской национальной армии и правительства национального согласия, за время наступления Хафтара на Триполи погибли более 40 военнослужащих и мирных жителей десятки ранены. Обострение конфликта в Ливии способствует росту цен на нефть, ведь в этой стране находится более трети всех известных запасов энергоносителей в Африке. Ливия обеспечивает 11% импорта черного золота в Европейский Союз. Для Триполи это основное направление торговли. Главные потребители ливийской нефти, по данным Международного энергетического агентства – Испания, Франция, Германия и Италия. Ливийская нефть представляет немало интереса и для инвесторов. Прошлой осенью Бритиш Петролиум и Итальянская иенни объявили о намерении активизировать работу над совместными проектами добычи энергоносителей, которые были заморожены пять лет назад. Разработку месторождений планировали возобновить в первом квартале этого года, но теперь возникает вопрос, не помешает ли этому новое противостояние в стране. Обычно боевые действия в Ливии проходят вдали от районов добычи нефти, но любое обострение ситуации грозит сорвать поставки. Так, прошлым летом, когда Хафтар занял нефтеналивные терминалы на востоке страны и временно запретил продавать сырье через Триполи, экспорт нефти сократился на 800 тысяч баррелей в день. Потери в Ливии оценивают в миллиард долларов. К другим темам на международной арене. Досрочные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня. Об этом в цель обращения к нации объявил действующий глава республики Касымжа Марттакаев. Он должен был исполнять обязанности президента до апреля 2020 года. Однако, после консультации с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым принял решение о досрочных выборах. Они, по словам Такаева, должны снять любую неопределенность и подтвердить стабильность политики Казахстана. Перенесемся в Европу. Британская палата лордов одобрила законопроект, который обязывает правительство просить очередную отсрочку Брексита. Теперь Кабмин должен выбрать новую дату выхода королевства из состава Евросоюза. Впрочем, несмотря на то, что закон уже получил одобрение обеих палат парламента, последнее слово остается за Брюсселем. О том, что британское правительство будет просить УС от строчки Брексита, стало известно еще на прошлой неделе. Премьер-министр Тереза Мэ отправила письмо главе Евросовета Дональду Туску, предложив перенести его на 30 июня. При этом Мэй пообещала, что Соединенное Королевство постарается выйти из Евросоюза до 23 мая, до начала европейских выборов. Между тем, ранее лидеры ЕС заявили, что отсрочку они дадут только в том случае, если Мэй представит им 10 апреля конкретный план действий. До экстренного саммита ЕС остаются сутки, но, по словам лидера оппозиции Джереми Корбина, особых подвижек в межпартийных переговорах пока нет. Правительство, похоже, не готово переступать красную линию. Я представил аргументы в пользу Таможенного союза с ЕС доступа к рынкам. В первую очередь, речь идет о защите прав потребителей и работников и об охране окружающей среды. Слова поддержки Мэй получила от премьер-министра Ирландии. Лео Вараткар заявил, что его страна готова пойти навстречу в Великобритании. Ирландия готова дать отсрочку. Мы можем дать время на обсуждение, чтобы стороны, наконец, пришли к какому-то выводу. Вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландии остается одним из ключевых. Что бы ни произошло, ЕС будет полностью поддерживать Ирландию. Бэкстоп – это пока единственное решение, которое позволит сохранить статус-кво на острове Ирландия. Сегодня британский премьер отправится в Берлин и Париж, где встретятся с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться их поддержкой. Далее новости за океаном. Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстин Нильсон ушла в отставку. Об этом сообщил в Твиттере президент Дональд Трамп. Причины кадровой перестановки он не назвал. Нильсон пронаработал в этой должности 16 месяцев. В прошении об отставке направленному президенту она не указала повод своего ухода и выразила на надежду, что следующий министр получит поддержку Конгресса и судов. Как сообщают американские СМИ, Трамп был недоволен действиями Нильсон в миграционном вопросе, в частности, недостаточно жесткой позиции по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Временно исполняющим обязанности главы Министерства внутренней безопасности назначен начальник службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Маккалинон. Продолжаем международный обзор. Во Франции состоялись общенациональные дебаты, созванные по инициативе президента страны Эммануэля Макрона. Сообщается, что в них приняли участие полтора миллиона человек. Согласно первым оценкам анализа полученной информации, большая часть предложений участников диалога заключается в просьбе снизить налоги. В первую очередь налог на добавленную стоимость и подоходный налог. Как ожидается уже сегодня, результаты дебатов обсудят французские парламентарии, а затем в Сенате выступит премьер-министр страны Эдуард Филипп. Он наметит направление, в котором будет работать правительство на основе выбранных благодаря диалогу тем, а первые меры будут объявлены в середине апреля. Между тем, оппозиционные политические силы Франции называют прошедшие дебаты пустой болтовнёй. В заключении зарубежного блока, но не всего выпуска, новость из России. В Авачинскую бухту на Камчатке вошла французская яхта «Флёрастраль». На борту неожиданно для местных жителей оказалась крестница Алена Делона со своим мужем и тремя детьми. Как выяснилось, яхта для них не совсем приключение, это их жизнь. Даже образование дети получают прямо в открытом море. О том, что занесло их на российский Дальний Восток, наш следующий репортаж. Появление «Флёрастрали» в акватории Авачинской бухты ждали несколько дней. Яхта не могла выйти из севера Курильска из-за шторма. Море на нас буквально рычало. Были очень высокие волны. Мы предполагали худшее. В какой-то момент мы думали, что яхта перевернётся. Тяжелее всех перенёс переход Джек Расселтерьер Бетти. На борт южного цветка, так переводится с французского названия яхты, собака-талисман поднялась вместе с Филиппом и его супругой Жиральдин 10 лет назад. С тех пор семья успела обогнуть весь земной шар. Филипп Пупо начал выходить в море с 10 лет. Отец рыбак брал его с собой. Я занимался гонками, парусным спортом. Меня это так увлекло, что я на протяжении 25 лет не мог остановиться. В Антарктиде яхта лавировала между огромными айсбергами при экстремально низких температурах. Наградой служили прогулки по побережью среди тысяч пингвинов и приветствие от гигантских северных китов. Супруга Жиральдин отправилась бороздить океаны вместе с мужем, взяв с собой детей. Младшей из дочек было тогда 6 месяцев. За это время выпустила 4 книги и 9 документальных фильмов и ведет бортовой дневник путешествий. Далеко не всегда в Антарктике можно увидеть такой мягкий свет. Скромная француженка, крестная дочь Аллена Делона. До выхода в море она снималась в кино, теперь встала по другую сторону камеры. На борту все по расписанию. У детей сначала математика, потом английский. На яхте несколько спален, кабинет и кухня. Семья даже хлеб печет в походных условиях. Там в трюме у нас большой запас еды и все необходимое. Это очень важно, когда мы идем в Антарктику или в Арктику, где яхту могут сковать льды. В автономном плавании мы можем провести почти 5 месяцев. Из Гонконга на Камчатку отважные французы шли 4 месяца. Здесь они пробудут до середины апреля. Мечтают увидеть долину гейзеров, познакомиться с удивительной природой Краноцкого заповедника и, конечно, подняться на знаменитые Камчатские вулканы. А пока с борта судна прогулка на главную смотровую площадку столицы Камчатки. Как написано на указателе, до Парижа 8468 километров и 10 часов по воздуху. А далее вернемся в Молдову и поговорим о новостях, связанных с нашим телеканалом. Они мечтали о счастье, но очнулись в плену. Накануне на РТР Молдова стартовала премьера российского остросюжетного сериала «На краю». Кинокартина основана на реальных событиях. В центре сюжета – истории нескольких девушек, попавших в логово террористов на Ближнем Востоке. В главных ролях Николай Фоменко, Евгения Дмитриева, Диана Пожарская, Собья Шуткина и Фируза Рузиева. Многосерийная социальная драма «На краю» режиссера Евгения Лаврентьева – это история трех героинь из разных социальных групп. Три судьбы, чьи параллели однажды пересеклись. Потянувшись за призрачным счастьем, все они оказались в плену боевиков Ближнего Востока, став оружием в руках террористов. Оказаться на Ближнем Востоке девушек вынудили непростые обстоятельства. Отправиться с маленьким ребенком в неведомую Сирию Амину заставили враждебно настроенные односельчане. Известие о гибели мужа боевика послужило началом травли беззащитной матери-одиночки. Катя после расставания с парнем поддается пылким признаниям в любви симпатичного поклонника из соцсетей. Наивная провинциалка собирает чемоданы и вылетает навстречу с принцем в Стамбул. Потрясенная вероломным предательством родного человека Лена, опрометчиво соглашается выйти замуж за обходительного Руслана. Жених настаивает на соблюдении традиций. Пара также отправляется на Ближний Восток. Основанный на реальных событиях, сериал расскажет, как вербуют людей, которые в будущем становятся живым оружием в руках боевиков. Что же ждет трех героинь кинокартины, какие испытания им предстоит преодолеть и удастся ли им выбраться из плена, смотрите в продолжении сериала «На краю». Очередная серия будет показана на телеканале РТР Молдова сразу после выпуска новостей в 19.50. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Напоминаю, что наши новости вы можете смотреть круглосуточно на сайте нашего телеканала РТР.МД. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова